Бендерские милиционеры подвели итоги работы за 9 месяцев. Ознакомиться с результатами служебной деятельности правоохранителей прибыли руководство города, представители смежных ведомств и министр внутренних дел Руслан Мова. К слову, список участников итогового совещания традиционен милиция, следствие прокуратуры и представители городского суда. Деятельность у них совместная, цели и задачи общие – контроль криминогенной обстановки и снижение уровня преступности. Всего за отчетный период 2018 года правоохранительными органами по мэру города зарегистрировано 667 преступлений, совершенных на территории обслуживания УВД города Бендеры. Что на 54 преступления или на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них зарегистрировано тяжких преступлений 123, в прошлом – 160, минус 23%. С начала года количество преступлений в городе уменьшилось на 7,5%. Втрое сократилось число мошенничеств. Хищений в особо крупных размерах стало в два раза меньше. В статистике преступлений имущественного характера, как и прежде, лидируют квартирные кражи. Они составляют треть от общего количества хищений. Борьба с подобным видом преступлений – приоритетное направление деятельности милиции, подчеркнул глава ведомства. Это самое сложное направление. Это направление, которое нуждается в постоянном контроле. Криминальную статистику резонансных особо тяжких преступлений текущего года открыл бендерский стрелок. В мае ее продолжило убийство супругов Каменщик. Оба преступления были раскрыты по горячим следам. Виновные привлечены к ответственности. Значительных успехов сотрудникам милиции удалось достичь в борьбе с экономической преступностью в сфере уклонения от уплаты налогов. Возмещенный ущерб, причиненный недобросовестными предпринимателями, исчисляется миллионами. Есть некая положительная динамика, она очень хорошо обрежена в цифрах. Размещаемость ущерба – 3,5 миллиона. Я вам скажу, что вы обогнали терраспорт в два раза. Это очень хорошая положительная динамика. Мой город бендер – очень специфический город, и здесь есть начинная власть. В лучшую сторону изменилась ситуация среди несовершеннолетних правонарушителей. Число подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, уменьшилось на 25%. В два раза сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Положительную тенденцию отмечают сотрудники бендерского ГАИ. С начала года общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 60%. С августа за безопасностью на дорогах инспекторам-мужчинам помогают следить леди в погонах. На связи. В городе успешно функционирует система «Безопасный город». Всевидящее ука закона, так называют камеры видеонаблюдения бендерчане, круглосуточно отслеживает ситуацию на улицах города, дисциплинируя как прохожих, так и водителей. За 9 месяцев камерами видеонаблюдения было зафиксировано 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. В завершении итогового совещания глава ведомства напомнил, что самым важным критерием оценки деятельности милиции продолжает оставаться доверие граждан. Оно прямой показатель эффективности работы правоохранителей. Как можно меньше совещаний, как можно короче эти совещания, как можно больше эффективности. Наша главная задача – не количество возбужденных уголовных дел. Наша задача – соблюдение тех правил, которые предъявляет закон. Обратиться к руководству ведомства можно и напрямую. 25 октября Руслан Мова проведет прием граждан в управление внутренних дел города Бендеры. Правоохранительные органы открыты для диалога. Продолжение следует...